Воспоминаниями о службе и фактами об освоении космоса делились Владимир Киреев, Борис Азбатьян, который служил в Капустином Еру, лётчик-испытатель Николай Наружный, а также инженер-конструктор космических летательных аппаратов Людмила Катукова. Она призналась, хоть и осваивать неженскую профессию было тяжело, от своей мечты не отступила. Закончила Красноярский филиал Политехнического университета. Шесть с половиной лет обучалась тонкостям конструирования деталей для летательных аппаратов. Мы полгода учились и работали, а полгода только учились. То есть непосредственно на производстве, начиная с токарных станков, с испытания образцов, с различных малярных работ. А вы знаете, что голову ракеты в малярке делают вручную женщины, шпателем нанеся все слои, которые противотемпературные. Шпателем тонкая работа. Выдержать можно было там, в этом закрытой камере, только две недели. Объединить всех этих людей в клуб ветеранов космодромов смог историк и краевед Валерий Валиев. Встреча получилась весьма познавательной. После завершения мероприятия слушатели еще долго общались с гостями. Организаторы надеются, что они смогли заинтересовать молодежь. Возможно, кто-то из студентов также решит посвятить свою жизнь изучению космоса и конструированию летательных аппаратов. Субтитры создавал DimaTorzok